Особое мнение на 101FM Температура, все красиво 15 мая, сегодня понедельник Я думаю, что, наверное, многие ждали сегодня традиционную планерку губернатора Александра Соколова Но с утра сегодня Александр Валентинович написал о том, что на 10 дней покидает регион Просьба не скучать и не беспокоить Решил отдохнуть в санатории, да, в российском санатории Написал Александр Валентинович Ну, а в конце прошлой недели, как известно, у губернатора была большая пресс-конференция Он подводил итоги года работы в Кировской области Вот, в частности, говоря об этом, губернатор отметил, что наш регион отличается большим уровнем недоверия к власти Цитирую, я много ездил по районам и видел эту необустроенность, неблагополучие Все это и ведет к недоверию к власти Люди, это не ресурс, подчеркнул губернатор, как принято говорить, а цель нашей работы Как повышать уровень доверия к власти, Дмитрий Михайлович? Одна из, наверное, таких важных для вас тем Да, в последнее время очень была обратная фраза такая очень интересная Люди, вторая нефть Простите, перебью, по-моему, Соколов, наверное, один или даже самый первый губернатор Который вот именно в такой формулировке сказал, что недоверие у нас большое к власти Предыдущий, по-моему, руководитель региона По-моему, мне казалось, что Никита Белых об этом еще говорил Говорил? Да, и мне кажется, что Никита Юрьевич тоже очень много, особенно в первом периоде, объездил муниципальных образований всю область До 2014-го Да, и я думаю, что он тоже об этом говорил и тоже старался это побороть Значит, если глубоко копать вообще всю эту историю Мне кажется, что недоверие-то, оно появилось не сегодня, не вчера, а давно Это определенный процесс времени, когда люди не видят эффективности и профессионализма руководителей Да, вот, главной эффективности И вера теряется, она уходит, и ее очень сложно вернуть Руководители прямо на местах, на местах, которые, вот, это первичное звено, да, наверное, вы имеете в виду Или главы администрации местной, например Я имею в виду, что в муниципальное образование, потом идет город, потом идет регион Да, и вот эта вертикаль, она должна работать Да, эффективный губернатор, эффективные мэры городов, эффективные главы муниципальных образований и там в районах области И это такая хорошая боевая команда, которая может эффективно продвинуть территорию Значит, если кто-то из этих становится непрофессиональным и неэффективным То все остальные, как бы, напряжения других людей, они уходят практически, ну, в никуда Все на смарку работает, да, что называется Все на смарку, да, то вообще подбор профессиональных и эффективных глав муниципальных образований Это одна из главных задач вообще Если, как бы, этим заниматься, то, в принципе, я бы вот с этого пошел Чем профессиональнее и эффективнее руководители, тем эффективность их работы гораздо выше При всем при этом, если еще определен правильный, как бы, формат вообще развития То как раз вот эта задача губернатора – собрать команду и задать определенные цели и задачи Где ж найти-то таких глав муниципалитетов? А это вот уже… Там же скамейки-то запасных, я так понимаю, особо нет А ее вообще нет Да, или вообще нет Там вообще скамейки нет, да То вот если мы возьмем с вами последние 10 лет и посмотрим, сколько было заведено уголовных дел на глав муниципальных образований Ну, я не говорю там про Быково, там, как бы, я и там без города Кирова, да Значит, то в большинстве случаев это были какие-то очень странные истории Значит, которые полностью в каком-то моменте отбили желания вообще всех людей Которые, может быть, раньше бы и хотели возглавить район, да Потому что ответственности много, денег нету и еще кругом уголовные дела И то, что за последние 10 лет мы полностью потеряли эту скамейку запасных В принципе, ее и так всегда была с ними проблема Но активных и профессиональных людей, которые хотели бы поднять свой район Ну, на сегодняшний момент я понимаю, что очень мало И это главная проблема А если мы говорим о том, что руководители непрофессиональны и неэффективны То все, что бы он ни делал, у населения вызывает негатив Да, и в данном случае они видят, что, как бы, ничего не происходит Ихняя жизнь лучше не становится, а чаще становится хуже Благоустройства нет, парков, скверов нет Там школы закрыли, магазин тоже переехал в другое место Больницы закрыли, и, в общем-то, все То понятно, что доверие к власти очень низко Тем более, мы же понимаем, что основная часть сегодня Это люди старшего поколения муниципальных образования У них еще есть... Ну, вы область стареет, да Да, ну, как бы, она у нас и так всегда была И в более благоприятные времена Самый, довольно-таки, процент очень старшего поколения большой А сейчас он еще больше То понятно, что у них еще осталась память их молодости Когда и Дом культуры работала, и больница работала И молодежь на дискотеке ходила на танцы там, да А сейчас этого ничего нет, и понятно, что у них есть полное, как бы, разочарование в сегодняшней ситуации В общем, недоверие к власти, это такой комплекс, да, клубок проблем очень сложный Который формировался и накапливался годами Годами, да Капелька по капельке И сейчас этот клубок, как бы, вот, пришел губернатор, он его видит Я думаю, что он ездит по муниципальным образованиям И люди, которые там живут, высказывают кучу претензий Значит, которые на самом деле понятны Но с точки невозврата пройдены Это все вернуть гораздо сейчас все сложнее Но возможно? Я думаю, что частично Частично? Конечно Ну, давайте с вами так Если сегодня идет громаднейший отток с муниципальных образований Там, с районов области в город Киров И попытаться, как бы, вкладывать туда, обратно все вернуть Там дискотеки, как я говорю, клубы, больницы и библиотеки и школы Это практически невозможно Зачастую, наверное, этим уже не надо заниматься А этим уже никто не будет заниматься Потому что людей во многих местах уже нет Да, перспективы нет Это то же самое, как у нас там собирались провести газ Его 10 лет тянули, пока он дошел, пока его провели А раз уже и поселения-то этого нет Ну, вот эта история жизни сегодняшней нашей, к сожалению То, конечно, новый губернатор, я думаю, что реально увидел ту картинку, которая сложилась Ну, сколько, по вашим подсчетам, нужно времени, чтобы как-то изменить хотя бы в лучшую сторону эту ситуацию Раз мы тут упомянули, последние десятилетия было такое достаточно сложное в этом отношении Ну, вот хорошо, поставил Соколов сейчас такую задачу Изменять в лучшую сторону мнения людей Я сегодня смотрел, как бы, что у нас в сентябре этого года, 10 сентября, в городе Москве будут выборы мэра Значит, вот я, как бы, наглядно видел 10 лет правления Собянина Вот это стал другой город Это стало другое отношение власти к людям, к москвичам и москвичей к власти Значит, то вот Собянину хватило 10 лет Но мы посмотрим, размах Москвы совершенно другой Ну, вы мне скажете, и бюджет другой Ну, в первую очередь принято говорить, что у Москвы денег намного больше Да, ну, вообще, чтобы создать атмосферу качества жизни, в принципе, не так нужны большие деньги Нужно желание Я вот сейчас тоже, мы с вами как раз эту тему обсуждали, да Как бы, для того, чтобы были парки, скверы чистые, подстриженные и убранные, да Не нужны большие деньги Это просто нужно желание Это как в квартире Вот я, допустим, захожу к кому-нибудь там, знакомым в квартиру Люди живут одинаково по уровню жизни В одной квартире бардак, а в другой все чисто и красиво, да Или наоборот, я заходил к людям, у которых очень, ну, большой достаток И когда ты к ним заходишь и смотришь, а как с таким большим достатком в таком состоянии они живут там, да И заходишь С вами это тоже случается Да, с нами случается, да Вот я это вижу Пример достаточно жизненный Да, жизненный Или ты заходишь совершенно в нормальную, там, обычную семью У них все чисто, все красиво, все прибрано Это, на самом деле, формат не денег Это формат менталитета и желания То если есть там на территории, там, хозяин Есть хороший мэр, который знает, к чему стремиться и что сделать И что, в первую очередь, надо людям Значит, сегодня, наверное, людям, наверное, больше нужны места отдыха, чем памятники К примеру, мне так кажется Или, там, что сегодня важнее, там, сделать тротуары или, там, какую-то улицу, там, отмостить этой безобразной брусчаткой Которой весь город, там, на протяжении последних 15 лет его кладет Каждый глава администрации, ну, видимо, какая-то у них... Безобразная, на ваш взгляд, все-таки она? Неуместная? Нет, знаете как, смотрите, как бы, она... Многие говорят, ну, вроде это красиво, удобнее потом все это разбирать На самом деле, брусчатка, может быть, она и красивая, и хороша Но при этом, ее надо ложить совершенно по-другому, а не так, как у нас кладут Если у нас они осенью положили, вот тут, напротив вас Помните, в октябре или в ноябре, тут брусчатку... Понимаю, да, о чем вы... Да, вот тут на улу прямо клали Уже снег лежал, они брусчатку клали То в данном случае, конечно, такая брусчатка никогда не успеет, она ужасная Они говорят, что это так вот финансы, так, система так сформирована, что под конец года эти контракты разыгрываются И вот надо их успевать, эти деньги освоить и так далее, вот в этом якобы Беда, раньше нельзя это делать Владимир, у нас есть куча городов, областей, где все успевают, где все делают, где все содержат, все вовремя делают Это же, еще раз говорю, это все зависит от управления, от принятия решений То в данном случае я считаю, что мы, к сожалению, пока вот в этом плане очень сильно отстаем даже от наших соседей И понятно, что когда мы сегодня видим, что у нас опять там в два с половиной раза смертность превышает там рождаемость И очень большой отток молодежи, мы говорим о том, что ну вот они же уезжают не куда-то на луну Они уезжают к нашим соседям, потому что им там комфортнее, им там больше нравится Глава региона продолжает изучать ситуацию и знакомиться с жизнью конкретных муниципальных образований, районов в нашем регионе На ваш взгляд, общение людей простых с первым лицом в области, оно вот насколько укрепляет это доверие людей к власти? Или все-таки то, о чем вы говорили? В первую очередь это руководство местное, администрации, муниципалитетов, то есть те люди, от которых зависит непосредственная жизнь людей Вот они в первую очередь должны Ну вот видите, как, смотрите, как бы то, что губернаторы общаются с населением, ну это хорошо для населения Вообще это, особенно в районах области, ну это для них там праздник Большая честь, когда приезжает, как они говорят, большой руководитель, он с ними встречается, он их слышит Он с ними разговаривает, в большинстве случаев на одном языке Кстати, в этом плане очень Владимир Нилович Сергенко славился, вот именно общением Не зря же он получил звание народного губернатора Народный губернатор, который, но как после этого говорили, мне рассказывали еще тогда главы тех районов, когда был Владимир Нилович Что после его каждого приезда, значит, все те вещи, которые говорили, обычно всегда исполнялись Плоть до покупки лыж в спортивную школу и всего прочего То в данном случае он и не просто слышал, он еще это старался исполнить Значит, видите, у нас же население, оно как привыкло, это знаете Царь хороший, бояре плохие Да, то в данном случае доверие к власти, допустим, для губернатора Это поддержка губернатора, да Значит, когда он приезжает, когда он встречается, ну это чисто пиар рассказывать У людей все равно формируется определенное мнение То в каком-то моменте, когда у местного главы администрации что-то не будет получаться Он будет плохой, а люди не будут это переводить на губернатора Они будут все равно это понимать, что это бояре плохие, а не царь То в данном случае это со всей точки зрения, это хорошая история Потому что губернатор, во-первых, он не местный Он должен понимать территорию, он должен знать примерно все муниципальные образования Плюс примерно понимать, что вообще происходит И получать ту картинку, которая называется из первых уст А первый уст, это кировчане, это население Кировской области Вот подводя итоги года работы Соколова в нашем регионе Генеральный директор группы компании Инмедиа Роман Данилин В своем телеграм-канале Personal Opinion отметил в качестве заслуг Соколова Это формирование большой управленческой команды Зампреды с серьезными амбициями и ставка, в первую очередь, на местные кадры Вы согласны с такой оценкой? Ну, на местные я, наверное, до конца не согласен Потому что довольно-таки много у нас сейчас людей приехало Там, может быть, и в должности замминистров И зампредседателя правительства есть у нас приезжие Но мы сегодня понимаем, что это такой фактор очень относительный И очень сложно было убедить губернатора о том, что у нас есть свои кадры Потому что, в принципе, если мы посмотрим историю Васильева-Белых То они все начинали с привоза своих людей И по концовке все это заканчивалось тем, что оставались единицы И все равно это все комплектовалось за счет местных кадров Но там иногда поражала скорость, с которой приезжие специалисты уезжали обратно В течение года менялись, полугода Здесь пока такой тенденции нет Но мне кажется, что все равно период, когда еще работает новая команда Он еще не такой большой Основные кадры приехали к нам после выборов Это уже октябрь месяц После сентября 2022 года В принципе, если мы сейчас посмотрим Прошло полгода И вот эти процессы утирки, они происходят Они видно, что еще один министр только начинает понимать все, что происходит Другие зампреды начинают понимать Ну, территория на самом деле тяжелая Значит, проблем много Значит, как бы все непросто То, конечно, я не исключаю, что и здесь Какая-то определенная часть людей, которая приехала сюда работать В каком-то периоде уедет Это нормальное явление Главное, что если у нас на сегодняшний день Сохранили мы или вырастили бы свои кадры Которые могли бы в какой-то момент играть как запасные игроки А взаимопоношения губернатора с политическими партиями Вот, например, Александр Валентинович справедливо Росов похвалил В том числе за подходы к формированию бюджета Да, 2023 года И вас лично отметил Как в том числе членов оргкомитета по подготовке к 650-летию Лестно, приятно Вы знаете, как бы Слышать такие упоминания Все равно, когда говорит губернатор и руководитель партии «Единая Россия» в регионе О оппонентах Ну, это там, наверное, дорогого стоит Хочу сказать, что у нас очень активные депутаты У нас они много выдают всякой хорошей мысли, идей И понятно, что в данном случае эти идеи, они при сегодняшней ситуации Они пользуются какой-то поддержкой Это очень хорошо И работа Там даже моя, как члена подготовки к 650-летию Она тоже Ну, я хорошо очень знаю город Я хорошо понимаю, как бы, вообще все, что нужно кировчанам И как это К празднику все это, на самом деле, запаковать, вынести И создать именно то, что осталось бы на долгие годы Это очень важный формат Вот, это, наверное, самый важный момент Чтобы это не разово все было А действительно осталось в чем-то там Да, и мы, я пытаюсь это донести, что хотелось бы там, да И вот есть там, не буду сейчас раскрывать все секреты Там один проект, который мы там предлагаем Там проект по Заречному парку мы предлагаем Там есть идеи, как это все сделать без участия там бюджетов Чтобы это не было какой-то большой нагрузки Потому что сегодня, я так понимаю, что город уже начинает сталкиваться С проблемой, как бы, как подготовиться к городу Потому что очень многие федеральные программы И те деньги, на которые рассчитывали Они, на самом деле, в следующем и в этом году Прочистки не поступят на подготовку К 650-летию Значит, ну, сейчас вся надежда на самих себя На кировских предпринимателей На кировский бизнес На предприятия крупные, промышленные Значит, и вот в этом плане надо все так организовать Чтобы на самом деле город изменился к 650-летию Чтобы вот именно о том, что сейчас говорит там Александр Валентинович Все-таки это превратилось в какую-то картинку Да, и очень много будет зависеть от главы администрации Симакова, там, Вячеслава Николаевича Как в это все Но это, на самом деле, очень тяжелый труд И вот этот год Который фактически является таким Тренировочным процессом Да, вот как мы, допустим, у нас в следующем году праздник Как мы будем выходить из зимы Успеем ли мы прибраться Что у нас тут Вот этот год, он такой очень важный был И определяющий, насколько мы можем что-то делать Ну вот, к сожалению, в этом году мы Изменений больших не видим Больших мы их не заметили, да Хотя в этом году очень быстро сошел снег Да, и вроде бы сам Бог велел быстро начинать прибираться Но, к сожалению, больших изменений и большого результата Мы пока не увидели, к сожалению Интересную тему вы, Дмитрий Михайлович, затронули По поводу предпринимательства, бизнеса Ну, мы все прекрасно понимаем, что 2023 год он тяжелый И все чаще мы в новостях слышим о том, что на бизнес рассчитывают Нужно поддержать там И тут, и здесь И всевозможные благотворительные проекты И я понимаю, что там прекрасно, что и специальная военная операция И так далее Потенциал у вятского бизнеса Он насколько большой, не знаю Велик ли он, чтобы успеть поддержать и там, и там Поучаствовать Как можно в большем числе проектов По вашим ощущениям? У вятского бизнеса потенциал такой же, как у большинства территорий и бизнеса Российской Федерации Да, ну, за исключением крупных городов, таких как Москва, Казань или это Но потенциал, он, знаете как Он, наверное, какой-то существует, но совершенно не тот, на который рассчитывают и думают чиновники Да, мы говорим о том, что Это не бездонная, что называется, бочка Это не бездонная бочка, и деньги с неба не падают бизнесу Должны все это понимать, потому что, ну, на самом деле, сегодня ситуация социально-экономическая, она тяжелая Если вы внимательно смотрите, что даже федеральный бюджет по апрелю месяцу показал Да, мы читаем новости, конечно Да, фактически показал дефицит, равен, который планировали получить за весь 2023 год Да, да, уже его превысили, кажется Его превысили, да Да, то если мы, по-моему, память не изменяет, планировали федеральный бюджет в дефиците 1,5-2 триллиона, да У нас только первый квартал дал 2 То если мы все это так примерно посмотрим, то выходим на очень большие суммы Значит, и задача главная у нас сегодня не выжимать бизнес, а его сохранить Потому что малый и средний бизнес — это рабочие места Если ребята сохранят, ну, предприниматели сохранят свои бизнесы И в этом им должна помогать в первую очередь власть Значит, они сохранят рабочие места А рабочие места — это зарплаты Ну, естественно, да Зарплаты, отчисления Точно так же и предприятия Да, вот у нас сегодня впервые, наверное, мы ощущаем, что имея сегодня военно-промышленный комплекс, да Он сегодня как-то еще областной бюджет стимулирует Потому что вот я знаю, что соседние территории практически очень многие провалились по доходной части бюджета У нас более-менее все пока идет ровненько Где нет такой развитой оборонки, вы имеете в виду? Ну, что нет военно-промышленного комплекса в таком объеме А у нас же тут получается, что сегодня на этих предприятиях большие зарплаты Это большой НДФЛ, они платят налоги Все прекрасно, все хорошо И мы за счет этого так сильно не проседаем Как другие территории Значит, и в этом плане это говорит о том, что на сегодняшний день, если на этих крупных предприятиях платят хорошие зарплаты То люди все равно будут эти деньги тратить, значит, бизнес сегодня будет за счет этого выживать Понятно, да, денежные обороты Денежные обороты, денежная масса и все прочее Тут главное, я еще раз говорю, что не перегнуть палку И не повесить все на малый и средний бизнес, на предпринимательство И однозначно сегодня ситуация все равно, она остается тяжелой Вернее всего, что это падение будет продолжаться И мы не знаем, что будет осенью, как у нас сформируется бюджет Как будут себя чувствовать малый и средний бизнес Ну, судя по тому, как я разговариваю, ну, пока еще живут, к счастью Три минуты до рекламы у нас остается Возвращаясь к теме все-таки Губернатора Да, губернатора, ваше видение Какие еще есть точки, на которые можно было, вернее, не можно было бы, а нужно было бы И губернатору, и его команде сейчас обратить первоочередное внимание Ваше видение Жизнь-то продолжается, год пролетел, впереди еще Ну, по крайней мере, четыре года Мне показалось, что этот год они как бы нащупывали вот эти все вещи Что можно сделать, что надо в первую очередь делать Значит, пока больше таких, знаете, мы слышим вещей довольно-таки правильных Что хотелось бы сделать Сейчас главное, чтобы это можно было сделать И в этом плане я все-таки считаю, что Ну, как бы я все-таки кировчанин, живу в городе Кирове И сегодня это областной центр Кировской области Здесь живет больше полмиллиона населения Значит, то, конечно, повышенное внимание надо все-таки сделать городу Кирову Потому что мы реально его теряем Мы вот прям вижу, что вот мы все сильнее и сильнее отстаем от наших Два-четыре-пять лет назад, я помню, вы говорили то же самое Мы теряем Мы теряем, и это уже ощущается Ну, знаете, как бы если бы мы его перестали терять Я бы вам сказал, слушайте, мы точку не остановились Все, мы начали развиваться Мы начали сделать парки, скверы, тротуары Мы создаем инфраструктуру для молодежи Пока об этом очень сложно сказать Я пока больших изменений вообще в городе не вижу Кроме как, что с каждым годом все больше и больше пробок И в этом плане, ну, все-таки все равно мы понимаем Что в ближайшие годы отток с районов области В сторону города Кирова будет большой То мы должны четко понимать, что как бы Нам для того, чтобы сохранить вот эти рабочие места С кем сегодня бизнес очень... Главная проблема сегодня бизнеса в Кировской области и в городе Кирове Это нехватка Кадры Кадры Сегодня фактически это самая большая проблема Нет кадров, потому что все кадры, которые более-менее ценные и хорошие Они покидают город Киров Они уезжают в области За пределы региона За пределы региона, потому что Ну, мы понимаем основные факторы Мы сто раз с вами говорили Там зарплата, доступное жилье квадратного метра Да, и инфраструктура Потому что в любой молодая семья Она хочет иметь рядом садик Она хочет купить квадратный метр По нормальной цене Иметь хорошую зарплату Значит, и иметь место отдыха Место отдыха, досуг Досуг, да Куда можно детей было сводить Куда можно было погулять Точно так же, как и для старшего поколения Да, вот для старшего поколения Им что в первую очередь нужны? Доступность магазинов, поликлиник и парк и сквер Чтобы можно было... Хорошее место для отдыха Да, потому что большинство уже пенсионеров Сегодня там на дачи в сады не ездят Им все равно, они в основном находятся в городе И для них это очень важно Так что тут, конечно, обратить на город Ну и самое важное там Да, все-таки хотелось бы, чтобы уже 30 секунд Да, чтобы уже мы от слов переходили к делу Больше действий Больше действий, да И в данном варианте, я думаю, мы Из-за чего я всем и говорю Что давайте мы будем смотреть где-то сентябрь Конец года, когда вот у нас какие-то хотя бы пойдут результаты Пока каких-то таких результатов, о которых можно сказать, что да, вот это уже новая команда сделала то-то, то-то Но пока нет Пока они только получают всякие оплеухи от старой команды Да, потому что, ну... Прилетает из прошлого Да, прилетает, и это будет прилетать Это будет долгий период, потому что это, ну, к сожалению, такая история Дмитрий Русских, депутат областного законсобрания, руководитель фракции «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Полтора минуты реклама у нас впереди, и мы вернемся после этой паузы Особое мнение на 101FM Продолжаем наше общение с Дмитрием Михайловичем Русских Упомянули мы тут немножко бывшего главу города Владимира Быкова И в качестве одного из упреков, да, в процессе его деятельности это была точная застройка Ну, а мы сейчас от нее и страдаем все Страдаем, продолжаем Все пробки, все эти вещи, это заставленные улицей машинами Это все точная застройка Я это подвожу к тому, что администрация у нас ищет главного архитектора для города Которая еще будет находиться в статусе заместителя главы администрации, вот если не ошибаюсь, 12 мая Там конкурс, по-моему, да То есть в конце прошлой недели, да, должен был завершиться конкурс Вот желающих подать документы на эту должность Это благо, в вашем понимании, главный архитектор Но, конечно, другое дело, какие полномочия у него будут в итоге, да, и насколько он там сможет руководить всеми этими процессами На последнем совете по празднованию 650-летия я как раз и выступил с речью о том, что, слушайте, ну вот Мы много что хотим, там, 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 сям И каждый предлагает что-то свое Но как этот город живет уже 5 лет без главного архитектора? Понимаете, у нормального города должен быть главный архитектор Который этот город должен видеть на 15-20-30 лет вперед Он должен быть современный Он должен быть честный, профессиональный Потому что от этого зависит, как будет город развиваться и как будет строиться И сегодня там одно предложил в этом углу, другое в том А как это все свести там в какую-то определенную концепцию, этого нет И я и как раз сказал, что мы сегодня 650 лет планируем проводить праздник А в городе нет даже главного архитектора Который как раз все наши бы идеи и предложения как-то бы складывал, как пазлы И говорил, что вот это подходит, это не подходит Вот это надо переработать Но у нас должна быть единая концепция развития города У нас везде должны быть одни тротуары У нас везде должны быть правильно посажены деревья, парки Ну, это человек, который, в общем-то, наводит порядок в городе Именно с точки зрения визуализации Ну, внешности, да Конечно То в данном случае, я думаю, что если получится, и на конкурс выйдет хороший, профессиональный, желательно молодой Я вообще за главного архитектора из какого-то крупного миллионного города То есть приглашенный Приглашенный, однозначно И я, как бы, вот у нас был пример Помните, в 90-е годы Василий Алексеевич Киселев привез архитектора главного Сейчас забыл, как это, вот недавно она ушла, она у нас, по-моему, 15-20 лет отработала Которая возглавляла Да, 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 при Быкове еще Ирина Васильевна Рубцова Рубцова Ее вы имеете? Да, я имею в виду Рубцова, которая фактически, как и Быков, такой вред нанесла городу громаднейший Потому что, в принципе, ее привезли из города Слободского Из маленького города ее привезли в большой город Ну, понятно, что размах вообще видения это другой И я всегда говорил, что вообще такие города, как Киров, полмиллионники, они должны брать ребят Желательно с красными дипломами после архитектурного института, там, в Москве или где-то, да, молодых Ну, там, кстати, в требованиях к человеку как раз профильное образование прописано Это главное должно быть, да Значит, желательно с опытом работы еще И вот привозить такие, которые пытались бы нам из города не деревню сделать А из провинциального города куда-то нас приблизить, хотя бы к московским реалиям То есть на ступеньку еще выше, да, прыжок вверх Конечно, потому что я считаю, что это принципиально важно Потому что сейчас города современные, они совершенно другие Значит, и пример, вот, допустим, города Москвы показывает, что как можно за 10 лет В принципе, из обычного российской столицы сделать город европейского качества Да, вот весь уровень там, да, понятно, что моют, чистят, все хорошо Ну, вот вообще сама тенденция и вообще сам ориентир сделан очень правильно В основном на скверы, на парке, на улице для прогулок, на велосипедах, на колясках Там пешком как хочешь Ну, реально, вот, ну, Собянину можно там смело ставить памятник Потому что он реально создал город, который, в общем-то, ну, соответствует сегодня европейским всем ценностям Как и в человеческой жизни, да, если ты хочешь расти и развиваться, как специалист, равняйся не на равных тебе, а на тех, кто круче тебя, сильнее тебя С дураками никуда не уедешь Точно так же и тут То, в принципе, здесь нужен вообще такой светлый, может быть, даже фантаз такой, да Который, в принципе, приведет город к тому, что он не будет превращаться в деревню, что делала Рубцова А именно будет тянуться и подтягиваться к крупным красивым городам, как Казань, как Екатеринбург, как Москва, как Питер, как Нижний даже, да И это очень важно, на самом деле, для города это очень важно Когда конкурс был объявлен, мы беседовали в прямом эфире с Вячеславом Николаевичем Семаковым Он, вроде как, обнадежил, что уже якобы есть из других городов заинтересованные люди, готовые прийти к нам работать Я знаю, что... Вам тоже известно, да, что это к этому отношение? Да, что есть даже наш земляк, парень, который закончил институт, закончил школу и уехал, и прошел довольно-таки очень большой путь Закончил архитектурный институт в Москве, значит, работал на очень больших, как бы, проектах в Москве, значит И вот, как бы, я тоже знаю, что, как бы, он тоже должен был подать документы То в данном случае, вообще, если получится, еще и вернется наш земляк Ну, такой интересный путь, да Да, это будет вообще прекрасная история, потому что он, в принципе, знает тут все Это как раньше в Европу отправляли учиться, да, потом они возвращались, и тут про-петровские времена в том числе вспоминаются Это хорошая практика, потому что, если ты будешь ездить там по Кирову и поедешь в Пижанку или в Слободской, и больше ты ничего не увидишь, то это как бы одна история Если ты приезжаешь из крупных городов, ты поездил, почему Петр всех отправлял в Европу, да, чтобы они самое лучшее там забирали и пытались это сделать здесь Значит, потому что в закрытом пространстве нельзя ничего построить Пара минут у нас, Дмитрий Михайлович, еще есть, вопрос буду ставить вот так прямиком Будет ли ОЗС, вы, возможно, инициировать корректировки антиалкогольного законодательства еще В планах это стоит Да, потому что поправки приняты 1 марта, понятное дело, мягко говоря, плохо работают Вообще не работают Вообще не работают Что будете делать, просветить, пожалуйста? Значит, насколько я понимаю, сейчас правительство готовит поправки Значит, пока суть их до конца не ясна, но какие-то корректировки будут Потому что все прекрасно понимают, что с этим законом немножко намудрили и он не работает пока вообще Да, я напомню в двух словах, это запрет на продажу в жилых домах, переведенных из жилых в нежилые Депутаты констатировали, сами проехались, городские увидели, что магазины формата 24 часа еще большим вниманием стали пользоваться Да, на кого ориентировался закон, на тех он не сработал Конкретики можете какой-то еще добавить? Немножко, минутка есть? Ну, конкретики там все будет корректироваться Ваш коллега Михаил Ковязин вообще предложил запретить любую торговлю в многоквартирных домах, что бы то там ни было, хоть аптека, хоть продуктовый магазин Ну, тут я бы такие радикальные мероприятия Кардинально, да, на ваш взгляд? Да, я считаю, что кардинально, надо смотреть по каждой ситуации, там есть предложение и по квадратным метрам отрегулировать Есть предложение оставить только те, которые выходят на красную линию, в плане того, что если во двор дома, то как бы нет То пусть существует, да? А нет, если во двор дома, то не существует Если он выходит и не мешает жильцам, и находится с наружной части там, да, то как бы там есть мысли, сейчас пытаются все это переработать Я думаю, что на это пленарное заседание правительство, я думаю, что уже все подготовит То есть от правительства будет исходить эти поправки, ну а депутаты, видимо, будут иметь возможность свои предложения еще внести, да, каким-то образом Или поддержать правительство Да, скорректировать, потому что проблема, да, действительно очень остро стоит В течение уже долгодостаточного времени как-то не удается привести все к общепринятым каким-то Это же знаете, как поговорки Черномарина, хотели как лучше, а получилось как всегда Ну хорошо, завершаем на этом нашу беседу, истекает время особого мнения Дмитрия Русских, депутата областного законодательного собрания, руководителя фракции «Справедливая Россия» и «Патриоты» за правду Спасибо за беседу Спасибо всем слушателям, хорошего лета и весны Ну, еще встретимся, я думаю, да, успеем еще, да Спасибо Особое мнение на 101FM